Добрый день! Есть такое состояние быть жертвой. Причём это бывает, человек создаёт себе совершенно спокойно сам. Я даже возьму вот выдержки с интернета, где люди выставляют свои истории, непридуманные пишут, просят совета, что мне делать. Я с маленьким ребёнком, сожитель над нами издевается, папа-ребёнка. Что мне делать? Жениться не хочет, ничего помогать не хочет, только издевается. Что мне делать? Ну и большинство людей, конечно, советуют бежать, как и я. Что тут ещё можно сделать? Она на что-то надеется и спрашивает, может быть, это любовь, может ли это исправиться. Вот человек сам себя в жертву просто обрекает. Ему никто даже помочь не может, пока он сам с этим не справится. Или живут с алкоголиком, терпят всё без всякой какой-либо причины, с надеждой, что он исправится. Это вот чисто человек себя отдаёт в жертву. Причём есть такие очень случаи уникальные. Это о себе рассказывали люди, что муж остался инвалидом, и она посвятила ему всю жизнь. Она не бросила, она не предала его, но, в общем-то, покалечила себе жизнь. Я почему говорю покалечила? Потому что был такой конец истории. И он через какое-то время, говорит, я встретил другую женщину, мы друг друга так любим, отпусти меня. И жить нам негде, оставь нам квартиру. В общем, у меня любовь, всё, я жил, мне всё стало хорошо. И вот она остаётся у разбитого корыта такого. Она с собой пожертвовала. Она пошла вот такой вабанг, потому что не могла поступить подло. Чем она закончится, она не захотела посмотреть. Вот я хочу сказать, главное, когда вы что-то жертвуете или берёте на себя, обязательно посмотрите хотя бы, чем это закончится. Был другой пример. Это лично мне рассказывали о людях. Как многолетняя история. У женщины рождается даун. Она его берёт, не оставляет, как ей советуют, и калечит себе всю жизнь. Она за ним ухаживает. Всё, естественно, никакого там мужчины нет. Этому даун уже к 25. Ей дали квартиру в Москве. Не так давно эта вся история была. И она встречает мужчину нормального, всё, который согласен принять такое обременение. И этот даун умирает в 25. Они дольше 30, в общем-то, и не живут. Она вообще была лежачая. Этот даун девочкам... Ну, как девочка, 25 лет уже. И она умерла. И что вы думаете? Она не пережила это. Она наложила на себя руки. Потеряла этого ребёнка. Вот это была жертва абсолютно никому не нужная. Да, он ничего не сознавал всю жизнь. Она ему ничего не добавила, не убавила. Только промучился, в общем-то. Как лежачий больной. Это тоже всё тяжело. И она себя посвятила. Вот именно принесла в жертву. И потом покончила с собой. Это всё никому не нужно. Поэтому, если люди уже жертвуют собой, ну, хотя бы посмотрите, чем закончится. Бывает, женщины всё терпят абсолютно от этого мужчины. Вообще всё на всё соглашается, на измене всё. И в итоге всё равно их бросают. Это именно такое самопожертвование, но оно абсолютно абсурдное. Когда человек жертвует собой, защищая близких, защищая Родину, защищая свою честь, это подвиг. А в данном случае это коллекция абсурда. Никому не нужного вообще. Вот я это сделал, я могу, но это никому не нужно. Это именно вы берёте на себя именно чужую ношу и ломаете себе судьбу и свою жизнь. Это ваш выбор. Как бы и люди ломают себя. Есть ещё другого рода. Вот это самопожертвование абсурдное. Это уже из серии, как «Аркан повешенный». Что человек знает, что ему будет плохо, что он будет терпеть. Он абсолютно это чётко знает, но он ничего не делает. Ему даже говорят, что тебе будет плохо. Ты это заканчивай, ты это обрывай. И он ничего не делает упорно всё равно. И в итоге погибает, в общем-то. Или начинает очень тяжело болеть. Он берёт на себя вот эту ношу во имя кого-то или во имя чего-то, кто его особо и не просит. Вплоть до того, что какого-то абсурда это самопожертвование. Человек в ущерб своей семье, в ущерб самому себе начинает помогать какому-то мошеннику. Хотя ему даже говорят, что этот человек мошенник, он только вымогает с тебя деньги. Он на это соглашается. И это, в общем-то, приводит к очень печальным результатам. Или человек от всего отказывается. Например, есть такое пожертвование с собой. Женщина отказывается выходить замуж упорно, раз за разом, потому что у неё есть ребёнок. Особенно, если это мальчик от другого брака или от другого человека. Потому что не хочу, чтобы у моего ребёнка был другой отец. И вот она жертвует с собой, отказывается от личной жизни. И даже одна такая дама спрашивает у сына, ты бы хотел, чтобы у нас был другой папа. Ну, что он там понимает? Он говорит, конечно, нет. И когда он вырос, сказал, слушай, мы жили хуже всех. Почему ты не вышла замуж? У меня там не было коньков, развлечений, Нового года, красивые одежды, всего, что есть в изобилии. Ну, когда папа есть. Он говорит, ну ты же сам отказался. Я ради тебя это сделала. Говорит, а что ты меня слушал? И вообще ты полная дура. Я из-за тебя жил в нищете. И вот она собой жертвует, твоими чего-то, и получает вот такой ответ. Или человек выкладывается для родственника, хотя он чётко знает, что он к нему очень плохо относится, но скрывает это под маской. покупает ему квартиру, тот забирает и эту квартиру, ещё подделывает его, своего дарителя. Как это? Не надо делать слишком много добра. Вот это такая добровольная жертва, которая никому не нужна. Поэтому, если вы уже на это решаетесь, ну, хотя бы пойдите и спросите у разных специалистов, чем это закончится. Или женщина берёт мужчину и берёт с ребёнка. Мужчина это просто. Если он любит женщину, он любит и ребёнка. А вот у женщины это совсем по-другому. Она чужого ребёнка, в общем-то, принять не может. И начинается мучение полное. И в итоге разводится. И пишут даже там настолько не ладят с этим ребёнком, что разводится. Вот это тоже никому не нужно. А есть ещё магическая часть, когда на человека эту жертву вешают. И очень опасно, если вы это снимаете без разрушения. Это на вас может и перейти. Должны получить ответ от высших сил. Или вы выполняете у человека какое-то бремя, обстоятельства, вы вмешиваетесь, берёте это на себя и на вас это может перейти. Потому что вы, в общем-то, не спросили разрешения. Где тут грань между помощью, добротой, состраданием и вот таким жертвоприношением себя добровольным? Её практически нет. Она очень тонкая. Так что смотрите по обстоятельствам. У вас улучшается или ухудшается ситуация. Если у вас после такого улучшается ситуация всё в жизни, значит, вы идёте правильным путём. Если ухудшается, вы точно перебрали и идёте неправильным путём. Так что смотрите сами и очень внимательно. Вот на этом я прощаюсь. я прощаюсь. Продолжение следует... субтитры создавал DimaTorzok